Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что мой парень хочет меня просто. Но встречаемся еще горд. В последнее время он стал отдаляться от меня. Первым не пишет, инициативу общения не проявляет, о своих глазах не рассказывает. Моими тоже не интересуется видеться. Стали реже. Говорит, что занят работу. Я попытался выяснить, в чем проблема. Он ничего не говорит. Говорит, все нормально. Но я вижу, что не нормально. Выяснить, почему не получается. Он не признает, в чем проблема. Что мне делать, как сохранить. Ну, как бы отношения. Вот самый такой неудобный вопрос здесь. Для вас, на мой взгляд, конечно. Заключается в том, А какой лично ваш мотив сохранять отношения? То есть, уверены ли вы в том, что вы сохраняете отношения для него? То есть, уверены ли вы в том, что хотите сохранить отношения, например? Ну, только потому, что, как вам кажется, человек будет с вами сейчас. Вот. Буквально так. Если нет. Если вы обнаружите какой-то другой мотив в этом. То есть, если вы обнаружите, что вам хочется чего-то другого. Да? Если вы обнаружите, что мотив у вас какой-то другой. Это уже повод Обратить внимание на себя. На свои внутренние конфликты, на свои внутренние противоречия. Может быть страхи, тревожность, назначение, значимость, отношение молодого человека для вас. И как-то посмотреть на это с точки зрения именно субъективности, субъектности. А мне-то здесь что нужно? Понимаете? Вот. Допустим, да. Вот, допустим. Парень почувствовал, что его чувства к вам прошли. Прямо он об этом не говорит, потому что вы не ссорились. И ему, допустим, неудобно. Он хочет, что... Он хочет, чтобы все как-то вот... Сошло на ней. Какой вы будете себя чувствовать? Если это так. Вам будет больно. Вам будет грустно. Это нормально. Потому что расставание не самый радостный эпизод в жизни человека. Но все-таки, какой вы будете себя чувствовать? Это является ключевым моментом. Это является ключевым аспектом. Если вы сможете на это по себе ответить. Если вы сможете в этом себе честно признаться. Именно честно. Вы увидите проблему. Проблему. Потому что вне зависимости от того, кажется вам или нет, то, что происходит, это нормально. Абсолютно. То есть, ну вот. Такое бывает. Ну, к сожалению. Да? Такое происходит. И если молодой человек с вами не хочет больше общаться. Потому что, почему это обязательно проблема. Почему это обязательно проблема. Может ли быть так? Что? У человека просто, ну просто больше нет чувства. Вот просто кончились чувства, просто прошли чувства. Так может быть, вполне. То есть вы почему-то сразу готовы на себя, перенести ответственность? Вы говорите, в чем-то проблема? Нет, может не быть проблемы. Может не быть причины. Понимаете? Сама постановка вопроса, то как вы, условно говоря, об этом говорите, да, то как вы это подаете, наводит несколько на мысль о том, что возможно, только возможно, у вас отношения, вот, как бы, которые перестали добиваться. То есть, ну, как мужчина и женщина, вы, вероятно, друг другу подходите. Вероятно, друг другу подходите вы хорошо. Но этого мало. На долгосрочной перспективе, вот именно если мы говорим о долгосрочной перспективе, то есть если мы говорим о годах, например, да, этого мало. Как бы вы хорошо не взаимодействовали с точки зрения гендера, как бы вы хорошо друг другу не подходили, да? Поведенческая совместимость, сексуальная совместимость, ролевая совместимость. Вот как бы вы, как бы вы не хорошо, точнее, как бы хорошо вы друг другу не подходили, если личностного взаимодействия нет, то отношения обречены на такую сторону. Поэтому тут не выяснять нужно всю проблему. Тем более, раз молодой человек вам как-то вот об этом не говорит. Надо спросить себя, окей, а если молодой человек не говорит, почему он не хочет мне говорить? А если говорить правду, почему я не верю ему? Да? Вы пишите, мне кажется, что молодой человек хочет меня бросить. Ну, вы боитесь быть брошенной. Вы боитесь быть одной, как вам сказал мой коллега. И вопрос здесь заключается в том, а из чего вырастает этот страх? Он откуда этот страх? Понимаете, да? На этом всё. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Я буду благодарен вам за обратную связь по нему. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Да, обратная связь позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...